У нас в гостях главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова. И мы поговорим об итогах прошедшего года и планах на 2023. Тамара Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие телезрители. Здравствуйте, Наташа. Расскажите, пожалуйста, за 2022 год чем может похвастаться ваше медицинское учреждение? Наше учреждение может похвастаться тем, что мы планку 6 тысяч взяли и перевыполнили. И мы эту планочку держим порядка 8 лет уже, чему несказанно рады. Мне, конечно, хочется, чтобы рождалось гораздо больше детей, потому что Ленинский городской округ быстро. Это самый, мне кажется, динамичный район в Московской области, который развивается. За последние три года официально, по статистическим данным, увеличился на 20%. 6 тысячи родов в тех условиях, которые мы даем, это дорогого стоит, потому что учреждение у нас буквально 29 декабря. 36 лет открылось как учреждение родоспоможения в Московской области. Тамара Николаевна, а перинатальному центру сколько лет? А перинатальному центру в наступившем году исполнится 10 лет. У нас будет первый большой юбилей. И мы ожидаем, что с этим юбилеем мы получим какие-то подарки от губернатора или его команды в виде строительства нового корпуса, на самом деле, или запланирования строительства нового года. Потому что те объемы, которые мы даем в старых условиях, конечно, недостаточны для нас. И хочется, чтобы каждой пациентке было комфортно. Команда, которая обслуживает пациента, высоко классная. За это я даже не переживаю. Она все набирает темпы и квалификация улучшается. Тамара Николаевна, вот новогодняя ночь, это всегда очень интересно многим. А кто родился первым? У нас первая появилась девочка, доношная, прекрасная, с высокой оценкой по Абгар при рождении в 2 часа 30 минут. Это 1 января? Это 1 января. А всего сколько 1 января? До 6 утра у нас родилось 3 ребеночка. Тамара Николаевна, расскажите, пожалуйста, в перинатальном центре помогают мамочкам с тяжелой акушерской патологией? Да, бесспорно, самая тяжелая акушерская патология, на мой взгляд, это патология, связанная с вырастанием плаценты в неполноценный рубец на матке. Но вы уже знаете, наверное, что мы переживаем за каждого ребенка. И все чаще приходится родоразрешать во имя здоровья ребенка операцию кесаресечения. Не у всех заживает нормально рубец на матке. И бывают неполноценные рубцы, куда садиться в последующей беременности плаценты. И родоразрешать таких пациентов – это крайне опасная вещь, сопряженная с риском гибели пациентки. Всегда сопряжено с огромной кровопотери. И вокруг этой темы мы работаем уже больше 8 лет. Как раз нам доверено решение этой проблемы, и мы успешно ее делаем. Уже больше 250 пациенток у нас родоразрешено. И еще такой вопрос. Здоровьесберегающие технологии. Наряду с высокотехнологичными технологиями, которые бесспорно развиваются в перинатальном центре, мы озабочены о здоровьесбережении. Например, это партнерские роды, это роды в воду, которые мы очень любим, и детишки, которые появляются в воде вообще, суперные дети. Это вертикальные роды, когда пациентка рожает в потужном периоде в вертикальном положении. Прекрасные технологии, которые профилактируют травматизм, как материнский, так и особенно детский. Это здоровьесберегающие технологии по грудному вскармливанию. Сразу прикладывается ребеночек в золотой час, он на груди. Если пациенту требуется дополнительное кислород, или плохо он дышит, но есть проблемы с дыхательной системой, то стараются не традиционной искусственной вентиляции легких, а через носовые протоки СИПАП-терапия. Впереди всего очень много интересного. Спасибо большое, Тамара Николаевна, что пришли к нам сегодня в студию. Я напоминаю, что у нас в гостях была главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова. Продолжение следует...